Неужели опять они, зелёные человечки, на своих межгалактических кораблях пожаловали? Ведь в начале 90-х прошлого века Алексей Кораблёв, житель села Танеевка Лунинского района, уже встречался с проявлением инопланетного разума. У нас все ближайшие деревни осматривали, видели все эти круги, шары в полях. То бишь это было как бы для нас даже не в новость. Каждый вечер всё это наблюдалось, видели много людей раньше. Ну, светлые круги, может в диаметре около метра. Но на этот раз, собираясь с друзьями на рыбалку, Алексей заметил странные фигуры на поле, образованные поваренными колосами азимой пшеницы. Сначала мужчина подумал, что здесь могли резвиться кабаны, однако на результат разговора диких свиней это оказалось не похоже. Растения не вытоптаны, а как будто их наклонила неведомая сила. Но они не сломаны. Нет, они не сломаны, да, они как бы все стоят, стебельки, всё ровно, они просто положены. Во время проведения аэросъёмки стало видно, что растения повалены на огромной площади, причём как с одной стороны дороги, так и с другой. Однако никакого определённого геометрического рисунка, который мог бы походить на послание от представителей внеземных цивилизаций, заметить здесь нельзя. Пшеница полегла хаотичным образом. Вероятнее всего, это результат движения воздушных масс с дождём. Недавно в этом районе был ливень и сильный ветер. Кстати, учёными до сих пор не опровергнуто, но и не доказана теория регулярных посещений Земли инопланетянами, которые оставляют после себя фантастические фигуры на полях в разных странах мира. Их принято называть геоглифами, рисунками, образованными с помощью полёгших растений. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова